Добрый день! Здравствуйте! Добро пожаловать на канал экономических новостей Инстафорекс ТВ. В студии мы Анна Касаткина и Марина Генералова. Вы смотрите комбинированный обзор валютного и товарного рынков за прошедшую неделю. Какие тенденции преобладали на валютном рынке в пятницу? Медведи взяли под контроль курс евро в ходе пятничной сессии, несмотря на предшествующие этому ралли, начавшиеся недели ранее. Что же заставило инвесторов отказаться от европейской валюты? Продажи имели место на фоне опасений дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. В сентябре Европейский Центральный банк начал покупки корпоративных облигаций. Второй этап программы ЕЦБ по стимулированию экономического роста путем увеличения его баланса предполагает покупку бумаг, обеспеченных активами. Регулятор заявил, что планирует продолжить покупки активов, по крайней мере, в течение двух лет. Если эти меры не помогут, инвесторы ожидают, что Центральный банк добавит третий раунд приобретения государственных облигаций. Единая валюта продолжила снижаться после новых мягких комментариев главы ЕЦБ Марио Драги. Ранее пара EURUSD торговалась немного ниже уровня сопротивления 1.2570, но потеряла часть позиции, упав к уровню 1.2390. За неделю евро потерял 135 пунктов, снизившись с отметки 1.2525, которая была достигнута позапрошлую пятницу. Между тем, иена укрепилась после комментариев министра финансов Японии Тара Аса, который сказал, что японская валюта падает слишком быстро. Доллар торговался на уровне 117 иен 81,92 цен в пятницу. Эта отметка в последний раз наблюдалась в прошлую среду. Несмотря на некоторый спад в четверг и пятницу, американский доллар завершил неделю ростом на 1.23% по отношению к иене. Это все о текущих тенденциях на валютном рынке. Спасибо за обзор валютных котировок, Марина. Пожалуйста, Анна, а как вел себя товарный рынок на прошлой неделе? Стоимость нефти и золота поднялась в пятницу. А что укрепило уверенность быков? Главным драйвером стало сообщение о снижении процентных ставок китайским народным банкам. Фьючерсы на нефть повысились в пятницу после того, как Китайский народный банк объявил о снижении процентных ставок, направленном на укрепление темпов развития экономики. Новости вызвали волну разговоров о возможном увеличении объема потребления нефти со стороны КНР. Кроме того, котировки получили поддержку от слухов касательно сокращения объемов добычи странами ОПЕК. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе прибавили 66 центов, подскочив до отметки в 76,51 доллара за баррель. За неделю контракты выросли в цене на 0,9%. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе подорожали на 1,03 доллара и закрылись на уровне 80,36 доллара за баррель. Недельный прирост контрактов Brent составил 1,2%. Между тем, стоимость золота поднялась в пятницу благодаря мягким заявлениям президента Европейского центрального банка Марио Драги, а также неожиданному снижению ставок в КНР, которые инвесторы рассматривали как предпосылку для увеличения спроса на драгметалл в стране. Золото с поставкой в декабре закрылось на уровне в 1197,70 долларов за тройскую унцию, заработав 12 долларов 10 центов в пятницу и поднявшись на 1% по итогам недели. Отметим также, что в среду и четверг цены падали на фоне опасений, что референдум в Швейцарии может закончиться не в пользу драгметалла. Анна, спасибо за обзор товарного рынка. Пожалуйста, Марина. Вы смотрели недельный обзор валютного и товарного рынков на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами были мы, Марина Генерал и Анна Касаткина. Всего доброго, до свидания. До свидания.